Еще раз добрый день, дамы и господа! Мы продолжаем нашу программу ярмарки. И сейчас нам будут продемонстрированы лошади при преодолении препятствий на свободе, в Шпрингартене. И мы готовы показать вам лошадей Завиваловского конного завода. Представляем их. Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Виктория Понурина. Я ночкон Завиваловского конного завода. И сегодня, благодаря Максиму Стейблс, у нас потрясающая возможность сделать презентацию наших молодых конкурных лошадей. Мы привезли на ваш суд 6 голов одного двухлетнего, трех трехлетних и двух пятилетних двойняшек, которых вы уже, надеюсь, видели в шоу молодых лошадей. Хочу отметить, что верховое полукровное отделение Завиваловского конного завода «Молодое». Оно было создано в 2008 году. И преференцией является селекционная программа, нацеленная в воспитании и выращивании лошадей именно линии Феро-Фокуса. Итак, на ваш суд представляем первого участника. Участника – это жеребец-фестиваль, 2014 года рождения, от Ифендиса и Вакабулы. Здесь наблюдается кросс-линия Феро-Фокуса и Флинга-Валерика с накоплением крови естественного вандала, Валерика, Гелия и самого Фокуса. Жеребенок проходит подготовку к заездке, тренинг молодой лошади, напрыган на свободе до 110 сантиметров. И хочу порадоваться, что удачный был дебют на испытании шоу «Молодых лошадей», где он занял первое место по прыжковым качествам среди двухлетних жеребцов верховых полукровных пород. Итак, жеребец-фестиваль. Прошу показать жеребца на движениях. Помощники, подключайтесь. Надо сказать, что лошади Завиваловского конного завода имеют очень интересную линию происхождения, которая сознательно, так сказать, селекционируется специалистами. Это линия Фиделия, Ферро, Фокуса. В нашей стране в большом спорте были выдающиеся лошади этой линии. Сам основатель линии выводной из Германии, чистокровной верховой. И такие имена, как Нина Громова выступала на самом чистокровном Фиделио. Виктор Калинин на сыне Фиделия в Фокусе был в сборной команде, выступал на чемпионате Европы. Александр Евдокимов на внуке Фиделия в Архаде выигрывал чемпионат Советского Союза и участвовал в Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Владимир Понурин на сыне Фокуса в Фейерверке. Был членом сборной команды СССР по конкуру, участвовал в чемпионате Европы. Галоп, пожалуйста. Сын Фокуса в футбол был в Эстонии. Прыгал на чемпионатах Советского Союза под седлом Пилле Эльсон. Была такая эстонская всадница. И сын Фокуса, фаворит под седлом Александра Картавского, также был призером чемпионатов России. Линия, к сожалению, практически кроме вот этого хозяйства, наверное, утрачена. Поэтому эта кровь великолепная спортивная. Она сейчас, может быть, только в Завеваловском конном заводе специализирована, практикуется. Спасибо! Мы увидели лошадь на свободе. Берем ее и начинаем прыжки в Шпрингартене. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, пока у нас разминочные пробные прыжки. Лошадь должна посмотреть, увидеть дистанцию. Ничего страшного нет. Чуть-чуть поактивнее со старта немножко. Там места мало, да. Немножечко, да, поддержать его на вход. Ну, конечно, новое место, плакаты, цветные препятствия, манеж, который заставляет немножечко присесть молодую лошадь. Ну, сейчас, я думаю, все изменится. Жеребец проходит подготовку к заездке. Тренинг молодой лошади сообразно его возрасту. И на свободе напрыган до 110 сантиметров. Все-все-все-все хорошо. Оп-оп-оп. Теперь даже тесно. Активная лошадь хорошо отреагировала на нажим. Сейчас надо как раз наоборот. Будет поспокойнее. Уже он все посмотрел. Крупной, может быть, эта лошадь не будет. Хотя сейчас в два года он ростом 155 сантиметров. Это, в общем-то, в шкале развития полукровных лошадей тракенинской породы в частности. Здорово. Вот оптимальный, на мой взгляд, режим движения и прыжков. Шире не нужно. Еще поднимаем. Шире не нужно. Легко и красиво. С хорошим баскюлем. Демонстрирует отличную технику. Энергичный темперамент. Добронравный конь. Перспективен для детского конкура. Может быть, и выиски. Движения неплохие тоже. Пластичный и нарядный малыш. Активно растет и развивается. Он еще добавит. Конечно, немного. Но среднего калибра будет. Огонь. Огонь. Лошадь уже имеет аттестацию прыжковых качеств. Лошадь победил в соревнованиях для двухлетних лошадей. Получил за стиль прыжка 7,5. За потенциал 7. И по двигательным качествам имел третье место. За шаг 7,5. За рысь 7. За голова 7. Мне кажется, можно еще приподнять. Он не испытывает ни малейшего напряжения. И видно, что лошадь готова к прыжкам. Продолжение следует.